Всем привет! Хочу сегодня вернуться к тому эпизоду, который мы недавно выставляли. Это моя беседа с очень большим ученым Хасай Алиевым. Стали поступать ко мне вопросы, почему именно он, его система ключ и так далее, чем она интересна мне лично, почему я ее рекомендую людям, которые занимаются самозащитой, концепцией управления ситуацией и так далее. Хочу сказать, что много десятилетий назад, это где-то 80-е годы, когда только стали появляться книжки Хасай Алиева, прочитав их и попробовав на себе и сопоставив то, что делали и делаем мы в своих, так сказать, упражнениях в самозащите, я понял, почему очень вот эта система ключ и все то, что развивает Хасай Алиев, полезно человеку, занимающийся вот нашим делом. Он показал очень быстрый вход в измененное состояние сознания человека и очень быстрое снятие стрессовых состояний. В связи с тем, что самозащита это всегда стресс, то есть человек попадает в какую-то ситуацию и всегда это стресс. Вообще, как говорил Силье, который ввел это понятие и разрабатывал стресс, он говорил, что жизнь это стресс, а стресс это жизнь. Без стресса жизни не бывает, но им нужно управлять. Хасай Алиев показывает, как стрессом можно управлять и брать его себе в помощь, чтобы эта энергия очень большая, которая в вас в стрессовых состояниях накапливается, не уходила куда-то, а работала на вас. Вы могли эту энергию продуцировать вовне. Чем это очень схоже с тем, что мы делаем? Вот мой наставник Алексей Алексеевич Кадочников показывал, и я вам уже показывал эти упражнения, когда на вдохе мы сжимаемся, на выдохе мы расслабляемся, и затем мы еще падаем мягко в любую из сторон. У Хасая Алиева есть то же самое, если вы внимательно посмотрите его ролики, он показывает те же самые упражнения и объясняет их с точки зрения психофизиологии. Когда на пике напряжения вы расслабляетесь и входите в измененное состояние сознания. И в этот же момент вы можете закладывать что-то себе, ментально, чтобы вы хотели. Кстати, Алексей Алексеевич никогда не объяснял, зачем мы это делаем упражнение. Хотя с точки зрения спортивной физиологии это можно объяснить. Когда вы вдохнули и сжались, у вас раскрываются капилляры. То есть вы очень быстро приходите в состояние боевое. То есть мышцы, выбрасывается адреналин, кровь пошла по всем частям тела, большие группы мышц. Вы готовы работать вот уже через 2-3 раза после вот этих упражнений. Но если это делать многократно в своих разминках, то вы потом можете, еще и, так сказать, используя вот эти зеркальные нейроны, только подумав о том, что я сжался и затем расслабился, вы уже пришли в это состояние. И тело придет в это состояние. Когда вы можете очень быстро и эффективно реагировать на какую-то чрезвычайную ситуацию. Дальше у него есть такие упражнения. Очень медленные упражнения он показывает и делает, да? Что подтверждено другими большими учеными. Допустим, Сытиным, который занимался методом СОУЭФ. Он ушел уже из этой жизни, но его метод остался. Кому интересно, можете. Я давал один из настроев против, так сказать, той болезни, которая сейчас у нас есть. У него есть вот такие упражнения, очень медленные, когда человек концентрируется на каких-то движениях. Они, грубо говоря, повторяющиеся. И все остальное, что он делает. То есть Хасай Алиф, когда он объясняет, когда вы делаете повторяющиеся движения. Тут нет переключений каких-то очень резких. Одно движение плавно переходит в другое. Ну, допустим, я показывал вот эти упражнения, да? То есть это маятники, которые применяются у нас для того, чтобы войти вот в это измененное состояние сознания. Когда тело приходит в такое состояние, когда очень естественно и не нарушая законов биомеханики, вы можете реагировать на какие-то движения. Так вот, смотрите, если мы делаем вот эти упражнения, они повторяющиеся. Все то, что я вам показывал, да? То, что показывает Хасай Алиф. Вот эти упражнения, начиная с минуты, и можно это делать там до бесконечности. Или вот это упражнение. Или упражнение лыжника, как он его называет, да? Вот это упражнение, когда вы бьете пятками, тоже подтверждено учеными. Допустим, тем же самым великим нашим ученым, это Микулиным, который создавал авиамоторы. А затем, когда начал понимать, что свое тело нужно готовить в долголетней работе, он закончил медицинский институт и разработал вот эту систему. Когда он бил вот так пятками и встряхивал все тело, то есть уходили шлаки и так далее. Здесь, допустим, в лыжнике, или когда Хасай говорит, вы можете бить, все повторяющиеся движения. Чем еще для нас очень полезен и очень востребован этот метод? Тем, что вы, когда занимаетесь вот этими повторяющимися движениями, вы занимаетесь, грубо говоря, медитацией. Медитация – это концентрация на чем-то, которая потом переходит в такое состояние, как его называют в психологии пустоты. Сначала вы думаете о том, о чем думается, потом вдруг понимаете, что мыслей в голове нет, и в эту голову можно что-то вложить. А для нас, как занимающимся активными движениями, то есть какими-то действиями в чрезвычайной ситуации, очень это полезно. Кто-то занимается боксом, и он может это все повторять. Кто-то занимается плаванием, и он может это все повторять. Кто-то лыжник, и он может это все повторять. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это не сидение где-то в горах по три года, где тишина и так далее, и вы медитируете. Нет. Для русского человека то, что делают, допустим, йоги, оно интересно, но только с точки зрения, как выходить на эти состояния. А вот сам процесс выхода, он очень долговременен и для нас, я считаю, неприемлем. Вот здесь показаны очень и очень быстрые входы в эти состояния, когда люди, занимающиеся там тайцы и так далее, какой-то медитацией, годами этим занимаются. Здесь, через то, что вы начинаете делать повторяющиеся движения, вы свое ментальное и свое физическое приводите в равновесие. И показаны очень быстрые упражнения, позволяющие определить, что у вас голова не управляет телом, да, когда вот вы только мыслью заставляете расходиться руки. Допустим, то, что показывает Хасай, да, и то, что он придумал. Ну, это одно из только упражнений. Вот этого нигде никогда не было. Иногда, вот в тех комментариях, которые я увидел под тем видео, когда мы его выпустили, там люди спрашивают, а не похожи ли те движения, которые делает Хасай, на какие-то движения в какой-то религии? Где вы видели, в какой религии делают вот такие движения? Особенно там на мусульманскую религию почему-то намекают. Где это там делают? Ни в одной из религий нет вот этих движений. И нет этих проверочных движений. Поэтому, еще раз вам показываю, вот эти восьмерки, допустим, вот восьмерка. Восьмерка вертикальная, вот восьмерка горизонтальная, вот они соединены вместе. Они будут раскрывать вас, если вы правильно делаете, все больше и больше. Это все работает затем в спаррингах или в тех физических, так сказать, столкновениях, которые есть в самозащите. А то, что показали маятник, да, я показывал вот этот маятник. Ну, допустим, вот то, что руки ставятся здесь, я еще там сказал, что вот здесь находятся восемь наших первородных клеток. И мы их как бы активизируем. Это сказал такой тоже великий ученый, который живет на Украине, это Болотов. Кому интересно, найдете все эти фамилии, посмотрите. То есть вот эти все движения маятниковые, которые мы показывали, которые включают ноги, которые работают. Вот пяточки, да, потом начинают работать. Или вот эти движения маятниковые, сначала на месте, затем с шагом, под шагом. Вот это все дает возможность работать вам в тех трех незамысловатых выражениях, которые я всегда говорю и которые всегда повторял Алексей Алексеевич. Это делать все на выдохе, в приседе, в развороте. Что такое развороты? Это вот эти маятниковые движения в руках. Видите, тут происходит постоянная супинация, пронация, движение всего корпуса и движение ног. Пятки у вас начинают отрываться и они начинают вот работать. Это все связано с вот таким складом нашего мозга головного, который я тоже все время говорю и практикую. То есть триединный мозг, это мозг рептилий, мозг животного и мозг самого человека, который самый молодой. Вот почему очень интересно нам вот это направление ключ, там ключ 2, ключ 3 и так далее, который сейчас развивает и когда-то придумал в 80-х годах Хасай Алейф. Я еще обратил внимание на него, почему. Я всю жизнь занимаюсь безопасностью, жизнедеятельностью и работаю с людьми, которые работают в экстремальных ситуациях. Когда я посмотрел, какую диссертацию написал человек кандидатскую, он как раз написал, грубо говоря, своими словами, что выход из стрессовых ситуаций людей, занимающихся экстремальным какими-то видами деятельности. Он это изучал на научном уровне, и это все подтверждено какими-то фактами из физиологии, из анатомии, биомеханики, психофизиологии и так далее, и так далее, и так далее. Вот коротко я вам сказал, почему я ответил на вопросы, почему так мне лично и для людей, которых заинтересует то, что я показываю, так важен вот это направление, этот ключ Хасая Алейфа. Хасай Маговедович, вам большой привет, здоровья вам, продолжайте работать в том же направлении, а мы будем использовать ваши наработки и знания для того, чтобы еще более, так сказать, безопасно и для здоровья это использовать. На сегодня все, до свидания, переходите по ссылочкам вниз, смотрите на наши курсы, учитесь вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok